В Хабаровске в музее имени Градекова проходит выставка путешествия Чехова на Сахалин и на Восток. Скажет, что в 1890 году Антон Павлович Чехов покинул московский дом на Садовой Кудринской и отправился вопреки советам знакомых через Сибирь на Сахалин, чтобы изучить быт каторжников и этим немножко заплатить своей медицине, а затем на Восток. Результатом поездки стала книга «Остров Сахалин», которая буквально потрясла всю читающую Россию. Писатель противопоставил официальной точке зрения на сахалинскую действительность, объективное ее исследование нарисовал правдивую, основанную на точных фактах, картину русской каторги. Выставка путешествия Чехова на Сахалин и на Восток рассказывает об этой поездке. Основу составили уникальные фотографии из коллекции Чехова, которые хранятся в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. Кроме того, среди экспонатов можно будет увидеть личные вещи Антона Павловича. Дорожный несесер, саквояж, раковины с острова Цейлон. Выставка продлится до 1 декабря. Рекомендуем всем нашим телезрителям обратить на нее внимание. А пока представляю нашего гостя в студии Юрия Феменко, член Союза писателей России. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Васильевич, почему вдруг Антон Павлович Чехов решил поехать на Сахалин? – Очень подробно. Я бы предложил об этом поговорить в июле следующего года, потому что исполнится 130 лет путешествия Чехова и появления его в Хабаровске. – В двух словах. Потому что обычно ведь ехали в европейскую часть. – А вот что касается, я вас внимательно послушал, и вы так причинность уже высказали. Ну, а вообще-то Чехов оставил нам как бы загадку, чисто исследовательскую, потому что он был человек слишком порядочный, чтобы из чего-либо таить. – Причинность, подчеркиваю, причинность, а не причина, очень сложна. Но самое главное, что кратко, но выразительно, Чехов к этому времени, а он был известен как Чеханте на всю страну, пришел к тому порогу, это примерно 1888 год, когда внутреннее чувство заставляло его меняться, делать новый шаг вперед. Чисто писательский поступок – это первое. Второе – чисто человеческий, потому что об этом, о Сахалине, о Сахалинской каторге уже говорили немало, много. Это была вторая политическая каторга после корейской. И вот самое главное – выборы его направления. Чехов скрывал. Все знали, что он хочет путешествовать. Суворин, его лучший друг и выдающийся, кстати говоря, издатель, в том числе газеты «Новое время», которые поддерживала Чехова, советовал поехать в Алжир, на восток. Это было принято, такое паломничество Палестина, Средиземноморье. Чехов это сделал только 10 лет спустя. А он выбирает самое трудное, самое неожиданное для всех направление. Ну и, как всегда случается в жизни, была еще одна причина, которая, в принципе, он, которая нескрываема, но он ее не афишировал. Он был хорошо знаком с детства с подругой своей сестры, они вместе учились, две молодые женщины, одну из них, Марию Павловну, все знают. Вот Надежда Сегеда, вторая личность, яркая, интереснейшая личность, она почти в безвестности. К этому времени ее арестовали как народоволку в Таганроге за содержание типографии. И в 1888 году она была в Петропавловской крепости, ее судили и в 1889 году направили на корейскую каторгу. А ее мужа на Сахалин. И у него нанизались, это были его знакомые. И здесь не романтическая история, здесь глубоко человеческая, потому что последний рассказ Чехова «Невеста», там как раз героиня появляется Наденька. И когда я читал ее последние письма, они опубликованы были лет 80 назад, к родным и близким удивительно западает образ. Вот смотрите, причины понятны, у нас, к сожалению, просто очень мало времени, но причины понятны. Но почему он решил добираться не морем? Ведь тогда во Владивосток отправлялись даже переселенцы именно морским путем, Одесса-Владивосток, ну а он поехал через Сибирь. Так вот он собирался, никому ничего не говорил, и только лишь летом 1889 года он встречается с актрисой Каратыгиной в Одессе, и происходит этот разговор, ну и расспрашивает о каторге. Она побывала на Сахалине, она побывала на корейской каторге. Он еще ничего не говорит. А в конце 1889 года Сегита погибла там, на каторге. Она совершила подвиг, это большой рассказ и отдельный рассказ. Благодаря ее подвигам, женщины больше в тюрьмах не наказывали. Она получила 100 розок за очень отчаянный, но очень нужный акт, чтобы спасти всех остальных, сидевших на родовольце, спасти их честь. Они боролись в дюремной администрации, она ударила по щеке начальника каторги. И когда докатились слухи до Москвы и Петербурга, это уже был конец 1889 года, Чехов в январе наконец объявляет, что он едет вот туда и вот так, открыто, и начинает читать огромную литературу вообще по каторге. Ну, заметил, что Чехов хорошо знал о путешествии другого интересного, неординарного человека, американца Джорджа Кэннона, который побывал на корейской каторге. И забегая вперед, Чехов сделал то, что не сделал Кэннон. Свершил подвиг чисто еще человеческий. Кэннон собирал там, собрал письма, он встречался с политическими, а ему надавали писем родным целую пачку, и Кэннон струсил и сжег эти письма. А Чехов с Сахалиной собрал и привез. Ну, вот Антон Павлович хотел накануне смерти же тоже вернуться на Сахалин. Почему? Это самое поразительное вообще. Дальний Восток и Чехов, это отдельная глава, и она, к сожалению, нашими филологами, историками очень плохо исследована. Буквально за два с половиной месяца, за три, когда началась русско-японская война, Чехов собирался на русско-японскую войну в качестве врача. Не корреспондента, а именно врача, чтобы увидеть все изнутри, всю войну. Он не знал, что он умрет в июле. Да кто может знать, заранее такие вещи. Но его очень взволновал был такой Борис Александрович Лазаревский, писатель, который исчез в большой литературе, он не отметился. Но Лазаревский, который там в Севастополе, в Крыму, без конца мотался к Чехову и восхищался его творчеством, Сахалииным, подвигом, он прислал жалобнейшее письмо из Владивостока, куда его направили служить. Он был юристом. И вот Чехов ответил, удивился, и там он раскрыл портрет Дальнего Востока, как никогда и никто этого не мог сделать. Человеческий портрет. В Чехове, ведь это уже были вторые сборы, собирался в 1900 году на Дальний Восток, когда шла российско-китайская война. Просто пока он собирался, война кончилась. Мы также напомним, что выставка путешествия Чехова на Сахалин и на Восток в музее имени Городекова продлится до 1 декабря. Благодарим нашего гостя. Всех приглашаем, вам спасибо большое. Обязательно приходите. В студию был Юрий Ефименко, член Союза писателей России.